Добрый день! Баухиния Великолепное, впечатляющее цветение баухинии приводит в восторг большинство цветоводов. Из-за схожести формы ее цветков с орхидеями и нежного душистого аромата растения часто именуют орхидным деревом, хотя к известному семейству оно не имеет никакого отношения и систематизировано как бобовое. Удивительны и листья баухинии, состоящие из двух симметричных овальных сегментов, скрепленных вдоль центральной жилки. Вечером доли листочков складываются, словно крылышки у бабочки, а утром расправляются. Точно так же происходит при повышении температуры окружающего воздуха, либо от недостатка влаги, но после восстановления благоприятных условий существование листовых пластинок форхают, раскрываются. К составу грунта растение совершенно нетребовательно, ежегодная пересадка не обязательно. В размещении баухинии соблюдается единственное правило. Больше света, но не прямых палящих солнечных лучей, используя дополнительное освещение в осенне-зимнее время, добиваются продолжительного цветения с весны до осени. Полив баухинии нужен умеренный, после подсыхания верхнего слоя земляного кома, не допуская переувлажнения. Весной проводят обрезку, формируя крону. Черенкование малоэффективно, хотя и применяется цветоводами после весенней обрезки. Используется тепличка с влажным эрмикулитом или стандартным подогреваемым субстратом из торфа и песка, которые заглубляют черенки, предварительно обработанные стимуляторами корнеобразования и фито-гормонами. Укоренение происходит в течение 4 месяцев. Однако, процент получения укоренившихся ростков очень низкий. Большинство посадочного материала все-таки погибает. Более доступный способ размножения баухинии – семенами, которые перед посевом скорифицируют, замачивают на несколько часов в теплой воде и высевают в рыхлый субстрат, подогревая его в течение недели до 27 градусов тепла. Сеянцы обычно к концу первой недели сходят дружно. Для лучшей ветвистости их прищипывают после подрастания до высоты 30-35 см. От переизбытка влаги корневая система подвергается грибковым заболеваниям. А на листьях появляются симптомы хлороза – высветление пластин с оставшимися темно-зелеными жилками. Среди вредителей нечасто поражаются щитовки, еще реже случается появление на растении паутинного клещика и белокрылки. Вот так они выглядят в садах. Всего доброго Вам и до свидания!